Утечка данных от американского президента. Пресса обвинила Дональда Трампа, дескать, раскрыла российскому министру Лаврову сверхсекретную информацию. О чем идет речь и каких последствий ожидать? Дмитрий Анопченко выяснял подробности. Все началось вот с этой публикацией в газете The Washington Post статьи, которая здесь в Америке вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Газета пишет, что во время недавней встречи с Лавровым президент Трамп якобы выдал российскому министру сверхсекретную информацию о планах террористов ИГИЛ. Что это за информация, никто не говорит, потому что это тоже тайна. Данные раздобыл кто-то из партнеров Соединенных Штатов и поделился с Вашингтоном. И теперь эти разведчики, внедрившиеся в ряды исламистов, под ударом. Газета пишет, что по окончании встречи с Лавровым Белый Дом пытался замять скандал. Срочно звонили и в ЦРУ, и в Агентство национальной безопасности, но поздно. А затем информацию газеты подтвердило и авторитетное агентство Ройтерс. И в Конгрессе уже не подбирали слов. Ведь там еще расследование связи Трампа с Россией не завершили. А тут такой подарок его противникам. Это пощечина разведки. Страна словно оказалась в сказке «Алиса в стране чудес». Громких комментариев от конгрессменов сегодня очень и очень много, но среди них есть и те, которые могут вызвать масштабные последствия. Нужно провести специальное расследование действий Трампа и назначить специального прокурора. Потребовал один из лидеров демократов в Конгрессе, сенатор Дурбин. Белый Дом стал все опровергать. Причем поручили это не пресс-секретарю, а самым высокопоставленным чиновникам. История в том виде, как о ней пишут, ложь. Ни в коем случае не обсуждались источники или методы разведки, и президент не рассказывал что-либо о военных операциях, о которых не было бы известно публично. С опровержением пришлось выступить и заместителем Макмастера, и госсекретарю Тилишсуну. Но и сегодня утром объяснение последовало уже от президента Трампа. Сделал он его не через прессу, а в привычной для себя манере в Твиттере. Написал, что передал России лишь информацию о терроризме и безопасности авиаполетов, что имел на это полное право, чтобы усилить борьбу против терроризма. Слова о безопасности полетов в сообщении Трампа дают основания говорить. Он мог сказать Лаврову именно то, о чем все и так подозревают. В Соединенных Штатах закручивают гайки в аэропортах. Постепенно запрещают брать на борт любую электронику из-за некой угрозы теракта. И в беседе с Лавровым Трамп мог просто сообщить больше подробностей. Но такое простодушие или же ошибка теперь могут обойтись очень дорого. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.